Всем привет, друзья! Это новое видео, посвященное строительству моего загородного дома. Сейчас я нахожусь у себя на участке. За последние 10 дней произошли некоторые изменения. В частности, мне привезли строительные материалы, сборно-монолитное перекрытие марка, арматура 16 и 8 диаметра. Также я купил доску для того, чтобы делать опалубку. И сейчас поэтапно все эти моменты я буду вам показывать. Первую работу, которую я начал проводить на своем доме, это разбитие железобетонных свай. Мы разбили бетон. Арматуру, которая у нас здесь идет, мы ее оставили. Для чего? Для того, что когда у нас пойдет армирование ленты, то есть у нас здесь будет идти арматура сверху, мы будем вот эту арматуру сгибать и связывать ее с той арматурой, которая у нас пойдет к ленте. Это нужно для того, чтобы нам сделать единое монолитное такое армирование, чтобы сваи были одним целым с вот этой вот железобетонной лентой, которая здесь пойдет. Как мы долбили бетон? Значит, мы пробовали несколько способов. У нас была и болгарка, запущенного дела, и перфоратором. Но самый такой эффективный способ оказалась просто тяжелая кувалда. Ребята брали эту кувалду, долбили по этому столбу. Короче, тот бетон, который на ней был, он постепенно разлетался. И теперь у нас по всему периметру нашего фундамента торчат вот такие вот арматурины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты тоже меня снимаешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше по опалубке, которую мы сделали. Кстати, ширина опалубки у меня 40 сантиметров. Высота вот этой стенки тоже будет 40 сантиметров. Вот эта стенка будет 25 сантиметров. Почему? Потому что перекрытие, которое будет идти, у него толщина будет 150. Вот. И эти 150, они должны, грубо говоря, быть в уровень 40 сантиметров лентой. Когда у меня будет заливка эти бетона уже непосредственно, то у меня вот это сборное монолитное перекрытие будет в один уровень с лентой. То есть будет одно такое условно монолитное покрытие, монолитный пол. Дальше мы вот сегодня пробовали укладывать арматуру, уже смотреть, как там что. Вот. Какая задача? От краев мне проектировщик дал, грубо говоря, узлы. Мы должны сделать вот эту крайнюю арматуру по 5 сантиметров. Сверху у меня 40 сантиметров, ну лента 40 на 40, сверху 40 сантиметров. От нее я опускаю примерно 4-5 сантиметров вниз. У меня пойдет верхний ряд арматуры. Значит, снизу я поднимаю арматуру над опалубкой на 5 сантиметров. Одеваю я вот такие вот звездочки шагом, ну примерно там метр-полтора. Главная задача, чтобы эта арматура не опускалась на опалубку. Вот. И будут вот такие вот хомуты у меня. Арматура у меня вот эта вот рифленая 16 миллиметров. Вот эта арматура у меня будет восьмерка. Вот эти вот хомуты. Соответственно, я буду все это вязать вязальной проволокой. Один нюанс. Значит, снизу 4 прутка 16 арматуры, сверху 4 прутка 16 арматуры. Все это связывается на хомуты. И обязательно в одном месте у меня будет идти 2 хомута. Один хомут связывает 3 арматурины, и другой хомут также, вот они так вот парно будут идти, также будет связываться еще 3 прутка. Два хомута, короче, все это будет связываться сверху и снизу. Будет вот такой вот, короче, армированный каркас у меня под ленту. И потом приедет миксер, все одновременно и ленту будет заливать, и перекрытие будет заливать. Собственно говоря, как-то так вот в двух словах. Вот это перекрытие марка. Значит, собственно говоря, оно и называется сборно-монолитное. Почему? Потому что вот это каркас. Вот внутри этого металлического оцинкованного листа, который согнут с такими ребрами, да, установлена арматура. Вот, какой-то толщины, условно. Здесь звездочки такие же стоят, чтобы арматура поднималась над оцинковкой на какое-то расстояние, наверное, примерно 2,5 сантиметра. И создается еще из какой-то такой тоненькой арматуры вот такая ферма. Вот, между этими, между этими каркасами, условно, у нас устанавливается газобетон. Газобетон мне привезли банолит толщиной 100 миллиметров. Сверху потом на этот газобетон будет укладываться сетка, и все это одновременно с лентой будет заливаться бетоном. Приедет миксер, приедет насос, и, соответственно, все это будет заливаться. Таких вот у меня две длины. Есть подлиннее, короче, и покороче. Всего два вида. Всего два вида длины. Также, друзья, мне привезли в доски для того, чтобы делать опалубки, но это я уже дополнительно покупал. За доски, я не помню, сколько денег отдавали. Для ленты мне отдельно привезли вот такую вот арматуру 16-го для ленты. Четыре прутка сверху, четыре снизу. И восьмерка для того, чтобы делать хомуты. Восьмерка гладкая, вот это вот рифленая. За арматуру вместе с доставкой я отдал 50 тысяч рублей. Вот. На хомуты примерно, ну, по моим расчетам грубым, я не знаю, наверное, скорее всего не хватит, ушло 750 погонных метров. Вот это у меня получилось 500, где-то примерно 540 погонных метров. Вот, соответственно, я не знаю, там переводить на тоннаж, я особо не заморачивался. Ну, короче, нашел фирму, где-то там 30 копейками тысяч рублей за тонну, и вот эта вот кучка небольшая получилась у меня вместе с доставкой 50 тысяч рублей. Также для того, чтобы делать хомуты, мы сделали вот такой небольшой верстак. Я купил вот такую вот штуковину, стоит где-то в районе 3000 рублей. Это гнуть арматуру до 12 миллиметров толщины. Вот, мы уже какие-то эксперименты проводили, гнет прекрасно. Главное, что мне сказали, не использовать арматуру толще 12 миллиметров, потому что вот эти бабушки, они, короче, гнутся. Ну, 16-миллиметровую арматуру мне надо немного гнуть, потому что у меня только, грубо, угловые элементы, а вот восьмерку нужно будет гнуть ее немало, потому что хомуты. Значит, как мне сказал проектировщик, значит, как мне сказал проектировщик, у меня расстояние от свая до свая, ну, грубо, там 3,80. Значит, у меня в середине я беру метр, ставлю хомуты шагом 10 сантиметров, все остальное шагом 20 сантиметров. Вот, соответственно, сами понимаете, какое количество этих хомутов уйдет. Вот, и для того, чтобы было проще ребятам гнуть, вот, взял, купил вот такую штуковину им. Вот, на столе также звездочки лежат. Звездочка-полотенник, сюда вставляется, вот, в серединку вставляется 16-я арматура. Вот это расстояние 5 сантиметров. 5 сантиметров – это подъем арматуры от опалубки. Это очень важно, важно, чтобы минимум, как мне сказал проектировщик, хотя в чертеже он мне указал 70-й, но когда я ему позвонил, сказал, что как мне там лучше сделать, он, короче, сказал, что я там пересчитал, и 50 миллиметров это будет достаточно для того, чтобы арматура поднималась на допалубку. Также мне привезли вот эту сетку. Эта сетка пойдет на газобетон. Как я уже говорил, газобетон у меня толщиной 10 сантиметров. В общей сложности толщина вот этого перекрытия у меня будет 150 миллиметров. Вот, 150 миллиметров состоит у нас из газобетон толщиной 10 сантиметров, потом сетка и 5 сантиметров стяжка. Вот этот непосредственно газобетон пойдет у меня сверху на перекрытие. Размер его 625 на 100 на 250. Находится он вот в таких вот упаковках. Вот это, короче, сборное монолитное перекрытие марка, который состоит у нас из металлического каркаса и из этого газобетона. Привозили мне два раза сам вот этот вот каркас со всеми арматурами, которые к нему идут. Но про арматуру, короче, на ленту они мне арматуру не считали. Ее я отдельно, как я уже говорил, купил за 50 тысяч рублей. И еще какая-то там арматура, я еще толком не разобрался, которая идет непосредственно к самому каркасу. Значит, приехала газель, мы ее разгрузили, в принципе, быстро. И отдельно на манипуляторы мне привезли вот этот вот газобетон. Друзья, вот такой вот небольшой видеоролик сегодня получился. В следующих видеороликах мы уже будем убирать максимально болтовню, а будем вам показывать уже непосредственно сам строительный процесс. Как мы там опалубку собираем, как мы ее укрепляем, как мы вяжем арматуру. Почему эту арматуру, почему ту арматуру буду вставлять в фотографии своего проекта. Так что, если вам интересна тема загородного строительства, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, пишите комментарии. Если вы увидите какие-то ошибки или недочеты в строительстве моего дома, то обязательно пишите про это, потому что я не суперспециалист в лентах, в армировании, в вкладке газобетона. Может быть вы увидите какие-то замечания, и это поможет избежать мне ошибки. Так что всем желаю удачной стройки, друзья!